Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами поговорим об установке операционной системы, ее настройке и развертывании сервера управления умным домом Home Assistant на базе одноплатника Raspberry Pi 4B. Я делал отдельный урок по всем составляющим аппаратной платформы, которая участвует в этом уроке. Кто еще не видел этого обзора, ссылку на него может найти в описании под этим видео. Также хочу сказать, что собственно сам процесс установки и настройки практически полностью аналогичен тому, которое показывал в уроке для Raspberry Pi 3-й версии. Однако ключевым отличием для 4-й версии является то, что из коробки этот одноплатник не умеет грузиться ни с чего, кроме microSD-карты. Поэтому в этом уроке я покажу, как обновлять бутлоадер для того, чтобы система могла грузиться с модуля EMMC. Также на дату выхода этого обзора не существует версии бутлоадера, которая позволяла бы этому одноплатнику грузиться с USB, тем самым используя внешний SSD-диск. Имеется лишь некий переходной вариант, когда первичная загрузка происходит с microSD-карты, но система и все остальное находится на USB-внешнем диске. Также это видео будет актуально и для всех тех, кто ставит систему на microSD-карту. Вам лишь нужно будет пропустить шаг по установке EMMC-модуля. Я скажу, когда это сделать в видео. Также напоминаю, что все полезные ссылки и команды доступны в текстовом файле урока. Ссылка на него также в описании под этим видео. Без microSD-карты на начальном этапе нам не обойтись, так как ни с чего другого мини-комп из коробки не загрузится. С официального сайта качаем дистрибутив Raspberry. Я выбираю минимальный вариант, без десктопа. Из архива он занял 450 МБ. Распаковываем почти 2 ГБ на образ систему. Для записи на флешку я использую Balena Itcher. Ссылка на загрузку тоже есть в текстовом файле урока. Выбираем загруженный распакованный образ. Путь к карте памяти подставится автоматически. И запускаем процесс прошивки. После завершения записи дист будет отмонтирован от системы. Нужно его отключить и подключить снова, чтобы зайти на него. Создаем пустой файл с именем SSH без расширения. Это нужно для получения доступа по сети по протоколу SSH. Устанавливаем карту памяти в Raspberry. Подключаем к ней сетевой кабель в порт Ethernet и подключаем питание. Через несколько минут в консоли роутера ищем новое устройство, подключенное по кабелю. Адрес будет выдан автоматически. В моем случае 195. Запускаем SSH клиент. Я рекомендую Patti. И указываем этот адрес и порт 22. Логинимся, используя учетную запись по умолчанию, PI и пароль Raspberry. Сразу запускаем процесс обновления. Сначала перечня пакетов, а потом и сами пакет. На запрос о продолжении нажимаем клавишу Y, первая буква слова Yes. Следующий этап – обновление прошивки для Raspberry Pi 4B. Команда качает и устанавливает последнюю актуальную прошивку. После этого перезагружаем систему. Через пару минут логинимся снова и устанавливаем программу обновления Bootloader. В моем случае у меня уже оказалась последняя версия. Проверяем текущую версию прошивки. В моем случае довольно старый вариант за сентябрь 2019 года, причем актуальный. Дело в том, что существуют три ветки загрузчиков. Критический, самый протестированный и наиболее редко обновляемый, он стоит по умолчанию. Последняя версия за 10 сентября 2019 года. Стабильная ветка – это новая ветка и также хорошо протестирована. На дату обзора единственная, она же последняя версия за 17 января 2020 года. И ветка бета для экспериментаторов обновляется чаще всего. Например, в марте 2020 года вышло аж три обновления. Поддержка EMMC появилась с середины октября 2019 года, поэтому критическая ветка нам не подходит. Я решил поставить стабильную версию. Запускаем команду с ключом в минус F и указываем пульт к файлу прошивки. Обновление происходит моментально. Перезагружаем систему. После перезагрузки системы проверяем версию загрузчика. Сейчас у нас текущая стабильная версия, выпущена позже, чем критика, указанная в строке последняя, потому что проверка идет по каналу критических версий. Отредактируем текстовый файл, в котором меняем критическую ветку на стабильную. Нажимаем CTRL-X для выхода и клавишей Y подтверждаем изменения. Теперь проверка идет по стабильному каналу, корректно. Останавливаем систему. Теперь переходим к модулю EMMC. Для тех, кто ставит на microSD, этот шаг можно пропустить. Напомню, что модуль в большинстве случаев нормально работает только через внешний USB-карт-ридер. Повторяем шаг по записи образа системы уже на модуль EMMC. Не забываем создать пустой файл SSH в корневом каталоге для работы в терминале. Вместо microSD в слот ставим EMMC. Важный момент. Карту памяти оставьте на подхвате. Если вдруг у вас случится ситуация, что загрузка с EMMC не происходит, нужно поставить и загрузиться с карты памяти. И потом снова перегрузиться на уже с EMMC. Это может быть при физической потере питания компом. Тут начинаем опять с самого начала. Проверяем выданный роутером адрес. Он, скорее всего, будет тот же. И логинимся со стандартной учетной записью API и Raspberry. Обновляем список пакетов и сами пакеты, так же, как и делали это с картой памяти. Бутлоадер у нас уже обновлен, но канал снова по умолчанию критический. Меняем его на стабильный. С этого момента урок снова актуален для тех, кто ставит систему на карту памяти. Меняем пароль по умолчанию пользователя API и вводим текущий, а потом дважды свой. Рекомендую завести отдельного пользователя со своим привычным логином и паролем. Указываем дважды свой пароль, подробности пропускаем энтером. Далее, нового пользователя нужно добавить в админ-группу судо. Теперь можно переключиться на созданного пользователя. Следующий шаг – настройка сети. Открываем файл сетевых интерфейсов. Вставляем блок для проводного адаптера, изменив шаблонные адреса на свои. Я настоятельно рекомендую только проводное подключение, чтобы не зависеть от менее стабильного и более загруженного Wi-Fi. Нажимаем Ctrl-X для выхода и клавишей Y подтверждаем изменения. Теперь открываем утилиту настроек Raspberry Config. Выбрав восьмой пункт, проверяем ее обновление. Теперь переходим в четвертый пункт локализации. В первом меню ищем и отмещаем пробелом русскую локаль. Табом переходим на кнопку «Окей» и в следующем меню выбираем установленную локаль и снова подтверждаем ее. Теперь во втором пункте четвертого меню выбираем подходящий часовой пояс. Для тех, кто все-таки жаждет настроить Wi-Fi, его можно найти во втором пункте этой утилиты, а я выбираю финиш. Теперь нужно установить все зависимости для докера и еще несколько полезных пакетов. Команда с их списком и автоподтверждением в текстовом файле урока. Для применения новых настроек перезагружаем систему. Теперь коннектимся уже по новому адресу, который мы указали в файле интерфейса. Устанавливаем докер и видим, что локали применяются корректно. Теперь нужно создать группу докер и добавить в нее текущего пользователя. Следующий шаг – установка полезного пакета портейнер для управления контейнерами в докере. Рекомендую, меня он выручал многократно. После установки его веб-интерфейс доступен по адресу сервера на порту 9000. Создаем пароль для административной учетной записи, выбираем локальный режим работы. Сейчас в списке контейнеров только сам портейнер. Возвращаемся в терминал и переходим в режим суперпользователя. Разрядность разбиан – 32, от этого зависит выбор ключа для установки Home Assistant. В строке установки указываем ключ для Raspberry 4. После появления надписи «Запуск Hasio» можно переходить в веб-интерфейс. В портейнере мы будем наблюдать появление новых контейнеров. По адресу сервера на порту 8123 появится стартовая страница систем. Первичная установка может занять довольно длительное время. Количество контейнеров будет увеличиваться. Когда Home Assistant вместо парковочной страницы покажет свою версию, это означает завершение установки. В веб-интерфейсе создаем пользователей и пароли, завершаем установку систем. Новая инсталляция Home Assistant завершена. Система готова к настройке. Все дальнейшие действия показаны в следующих сериях видеоурока. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok